Я думаю, что-то они придумают. Они придумают какой-то либо механизм, либо наймут кого-то, кто перепишет язык программирования, солидите на более живучий, быстрый. Но в этом случае тогда нельзя будет избежать конвертации старых токенов эфириума в новый, на новом блокчейне. Так, Дмитрий, день добрый. Добрый день. Признаюсь, я скинул свой эфир. В общем, об этом я написал в Телеграме и вовремя скинул, судя по всему. Но немножечко осталось. И это немножечко у меня усыхает, и меня эфир волнует. Как мне Енот Финанс поможет разобраться, что происходит с эфиром? Ну, давайте я попробую вам помочь. То, что немножечко эфира осталось, наверное, не есть плохо. Помимо эфириума упали и другие альткоины по отношению к биткоину. Ну, в этом нет ничего удивительного. Все видели замечательный рост биткоина с 3200. С того момента, как мы последний раз встречались, биткоин сделал сильный рывочек. И доминация биткоина по кольткоинам увеличилась там порядка сейчас где-то 65% примерно доминация биткоина к альткоину. Вот. В прошлый раз, когда доминация пошла на убыль, это где-то было, по-моему, полтора-два года назад, доминация биткоина по отношению к альткоину была порядка 67%. То есть сейчас все волнуются, что же будет с альткоином, в том числе с эфириумом. Вот он как бы рос, рос, рос там. Дошел почти, насколько я там помню, почти до 300 долларов. И поехал вниз. Вот. Помимо всего прочего, наверное, следует сказать о том, что у самого эфириума, на наш взгляд, возникает некая стадия неопределенности. Я поясню, о чем я имею в виду. Это касательно самого развития эфира основного, да. И здесь бы я еще рассматривал историю с параллельным развитием дружественного эфириум-классика. Я сейчас поясню, о чем речь идет. Ну, во-первых, наверное, стоит сказать, что мы пока не опасаемся там тотального падения альткоинов, в том числе эфира к биткоину, потому что, ну, все видят, что падение приличное. Вот. Доминация там биткоина зашкаливает. Мы все-таки ждем, что биткоин сейчас начал корректироваться, да, там, или в какой-то боковик впадет, доминация впадет на уголь, альткоины там в паре к биткоину начнут расти. Но, что касается самого эфириума, есть некоторые моменты. Значит, первый момент. Начнем все-таки от обратного. Значит, эфириум-классик, который все знают, да, форк, дружественный, основного эфира, планирует 17 сентября на форк, хардфорк Атлантис. В двух словах, там, для простых там пользователей, кто там не вчитывался в фундаментальные статьи по блокчейну, по улучшению сети, стоит сказать, что основная задача хардфорка Атлантис – это, скажем так, более объединение, скажем так, более, есть такое умное слово, интероперабельность. То есть более плотная интеграция к основному эфиру, которым один из разработчиков, который известный всеми, является Бутерин, господин Бутерин, Виталий Бутерин. И, соответственно, вот этот форк как раз направлен на это. Но основные разработчики основного эфира, там, Виталий Бутерин сейчас, вот, читая статьи, они думают, а как вообще масштабировать основную сеть эфириума. Вот, предлагается сейчас очень много, очень много вариантов, но из того, что мы поняли, да, из статей и рассуждений разработчиков, это то, что в ближайшие два года эфириум потенциально может, я не говорю, что это случится, может перейти на принципиально новый блокчейн, а следует сказать, что эфириум классик, и что основной эфириум, вот смарт-контрактор, на которых они работают, они работают на языке программирования, то есть такой язык, называется Solidity. Сами разработчики основного эфириума его считают неповоротливым с точки зрения улучшения масштабируемости, чтобы скорость в сети эфириума работала лучше. И одно из мнений, и одной из идей является, помимо того, что просто переписать на какой-то другой, более, будем так говорить, поворотливый язык программирования, чтобы это все более быстро работало, помимо других улучшений. И это означает, что придется, соответственно, полностью переделать весь блокчейн. То есть эфириум 2.0 в понимании бутерина, как одним из вариантов, это принципиально новый блокчейн на новом языке программирования. И тогда возникает вопрос, если, скажем, эфириум классик, который занимается сейчас вот этим форком, чтобы улучшить взаимодействие между двумя эфириумами, между эфириумом классикой и классическим, да и, скажем так, основным эфиром, получается, что он догоняет, догоняет то, а бутерин, получается, от него убегает, грубо говоря. И получается вот эта неопределенность, которая будет, на наш взгляд, в перспективе, возможно, будет очень нервировать инвесторов. То есть цена, может быть, не будет там сильно падать, но и расти сильно не будет. До тех пор, пока разработчики основного эфира, эфириум, они представят какую-то более ясную картину. Вторым вариантом, насколько мы сейчас поняли, является создание, опять-таки, гибридного блокчейна, где сам Виталик предложил, например, отделить, скажем так, систему платежей внутри смарт-контрактов. То есть если, к примеру, на смарт-контракте мы сделаем с вами какую-то сделку, например, купли-продажи какого-то имущества, и смарт-контракт работает, как он должен работать, то оплатить эту сделку продавец-покупатель в понимании бутерина очень долго и дорого, если это платить эфириуму самим. Поэтому он предлагает, например, внедрить в систему платежей, например, биткоин кэш, как он недавно выразился, там звучали другие предложения, лайткоин. То есть все, по нашему мнению, говорит о чем? Первое, в стане разработчиков эфириума нет четкого понимания, каким образом реализовать дальнейшее развитие сети с целью улучшения ее масштабируемости. То есть, чтобы она быстрее работала, за счет чего? Опять-таки, они переходят от доказательства работы, профов-ворк, доказательства доли профов-стейк, и они таким образом считают, что они улучшат эту скорость. Но, тем не менее, по-прежнему они сами считают свою сеть несколько неповоротливой, то есть уже, скажем так, морально устаревшей. Как будет происходить вот этот ближайший период? Все это запланировано в течение ближайших двух лет. То есть, получается следующая картина. Либо все-таки оба эфира, эфириум классика, основной эфириум, каким-то образом договорятся и будут двигаться вместе вперед, такое тоже возможно. То есть, улучшать масштабируемость, если будет гибридный блокчейн. Либо их пути могут, в принципе, окончательно разойтись, потому что разработчики эфириум классика работают, во-первых, на протоколе профов-ворк, то есть доказательства работы. И у них, помимо всего прочего, есть свои проекты, например, разработка интернета вещей, то есть их токены. У них, опять-таки, этот язык программирования солидит. То есть, пути эфиров либо разойдутся, и каждый пойдет своим путем, либо все-таки они вместе двинутся дальше. Но пока по-прежнему существует эта неопределенность. Самый главный риск, который мы считаем, это замена языка программирования. То есть, по большому счету, да, скорее всего, это надо делать, как мы полагаем. Но к чему это приведет и будет ли это реализовано? Опять-таки, это трудозатратно. И что будет с токенами ERC-20, вот эфириум, который сейчас, потому что очень многие инвесторы его держат, мы не знаем. Потому что сам Виталий говорит, мы планируем постепенно переходить на новый блокчейн. Каким образом там? То есть, когда мы все закончим, мы все протестируем, мы заведем депозитный счет, депозитный счет публичный, куда все перебросят все свои эфиры. То есть, вот после этого мы, соответственно, там каким-то образом, еще пока непонятно как, мы попробуем там обратно раздать токены уже нового, скажем так, образца, понимаете, да, там, то есть, замена одних там токенов на другие, грубо говоря. Опять-таки, как будет раздавать? Один к одному, не один к одному. То есть, вот это все факторы неопределенности. Вот, собственно говоря, в двух словах ситуация такая. И, ну, не хочется пугать инвесторов касательно того, что там эфириум там обесценится или что-то еще что-то, но мы, скажем так, не ожидаем пока в долгосрочной перспективе там какого-то существенного роста. До тех пор, повторюсь, пока не будет ясности дальнейшего развития четкого, скажем, плана дальнейшего развития основного эфириума, основной сети эфириума. Вот, наверное, в двух словах это вот так бы выглядело на наш взгляд. А вы сейчас сказали, что сам бутылки считают систему неповоротливой, устаревшей несколько. Не давят ли конкуренты? Ну, конкуренты, конечно, присутствуют. Там EOS есть, есть Cardano. Но, опять-таки, есть тот же Tron, который был раньше так же. Этот токен был стандартой ERC-20, потом он перешел на собственный блокчейн. Но, опять-таки, сейчас, сейчас все-таки хочется, да, немножко, может быть, инвесторов успокоить. Сейчас сильной альтернативы эфириума нету пока еще. То есть какой-то запас времени у самого эфириума есть. На эфириуме очень много работает смарт-контрактов, очень много младших, будем так говорить, проектов, да, блокчейн-индустрии. Там есть такие монеты, как OMS, GO, например. Там другие есть монеты. Пока это все там ходы бедно работает, да, но, скажем так, все равно что-то решать надо. То есть сам по себе факт того, что сам Виталик предлагает выделить в отдельную, повторюсь, вот систему платежей, пригласить какой-то другой блокчейн-проект, неважно это нам, биткоин кэш это будет, там, лайткоин, говорит о том, что система одна не потянет, в том виде, в каком она есть сейчас, она не потянет, скажем так, ту ситуацию, да, и то развитие, и то назначение, которое было у эфира, как это задумывалось. То есть для того, чтобы эфир стал тем, чем его задумывал Виталик, на наш взгляд, его надо как-то ускорять. Вот, поэтому сейчас вот, на данный момент, я не думаю, что конкуренты, скажем так, там, перетянут сильно одеяло на себя, потому что у конкурентов есть свои проблемы. ИОС там в какой-то степени, как он там не хвалился касательно того, что у нас все быстрее работает, у нас все хорошо, у него там другие проблемы, в том числе с централизацией. То есть он более контролируемый раз. Второе, там уже установили, что его скорость, которую он так хвалился, обусловлена работой там неких ботов, которые там, ну, то есть, если, скажем, эфир там, он медленный, относительно неповоротливый, но им пользуются, и пользуются реально, там, играют в игры, там, создают какие-то смарт-контракты, еще что-то делают, то у этих там боты просто идет некая накрутка. Что касается ада, да, кардана, ну, здесь тоже пока, как бы, видно и на цене, и на прочем, что, ну, инвесторы не торопятся, не торопятся его покупать. Опять-таки, лично для нас, да, вот, когда мы открываем таблицу альткоинов, там, и крипты, в принципе, в целом, да, там, ну, допустим, на трейдингвью, например, мы лично смотрим всегда не капитализацию того или иного проекта, мы там смотрим все-таки объем торгов, то есть до тех пор, пока монета по объему торгов каждодневно, там, ежемесячно остается в топе 10, топе 20, мы понимаем, что, ну, инвесторы, вот, как бы, интерес, вот он, он на объеме торгов, а не на капитализации, потому что капитализацией можно манипулировать, так или иначе, там, сжигать токены, там, наоборот, там, выбрасывать их на рынок, вот, в этом плане пока, ну, мы не видим, что конкуренты там прям сильно давят, будем так говорить. А какой запас времени есть у Бутурина и Core? Ну, сами они планируют в ближайшие два года перейти на Ethereum 2.0, и вот, но, вот, это последняя стадия перехода, то есть они планируют какой-то плавненький переход, будем так говорить, с тестированием, там, в тестовой сети, там, опробованием все это, вот, запас времени, я думаю, так и есть, наверное, года два, то есть, либо они докажут какую-то свою состоятельность, в плане того, что, да, это удобно, либо все-таки кто-то к ним, возможно, подтянется, да, либо, скажем так, там, Ethereum Classic что-то там, у Ethereum Classic есть одно небольшое преимущество, он тоже на вот этом языке, да, на солидите, да, на, казалось бы, неповоротливом, но он, глядя на основной эфир, может избежать очень многих ошибок, которые, скажем так, изначально, да, там, или не ошибок, или не дочета, будем говорить, которые преследуют основной эфир, и в этом плане, как бы, он в более выгодном положении, там, как нам кажется, в долгосрочной перспективе. То есть, если случится ситуация, на наш взгляд, когда пути эфиров окончательно разойдутся, будем так говорить, да, там, допустим, вот Ethereum Classic, скажем так, на наш взгляд, обладает более, скажем так, устойчивостью какой-то, да, и более, может быть, долгосрочной перспективой, более привлекательностью для инвесторов, нежели основной эфир. Но, опять-таки, все будет зависеть от того, что там разработчики, что создатели основного эфириума придумают для усовершенствования, для масштабированности сети. Так что же делать с меня, бедному? Я могу, вообще, я не люблю сбрасывать, когда цена сильно упала, это как-то, ну, я могу загнать бабла и разбавиться, малюк. И делать хорошую среднюю по эфиру. В любом случае, сделать хорошую среднюю будет не лишним по эфиру. Ну, опять-таки, повторюсь, мы по объемам торгов не видим падения интереса к эфириуму. Он как стоял в топ-3, да, там, а если мы тизер не берем вообще, то топ-2. Ему пока альтернативы нет. И я думаю, что не стоит ничего сбрасывать, да, я думаю, что стоит удерживать эфириум. Вот, и не паниковать в данном случае, поскольку я думаю, что, ну, не только эфириум, сейчас доминация биткоина через какое-то время начнет спадать, и альткоины из топ-10, топ-20, я думаю, что начнут потихонечку подрастать. Хорошее название нашего ролика. Эфириум не умрет? Ну, скажем так, эфириум, да. Должен еще пожить, будем так говорить. Спасибо. И вам спасибо.